Ну что ж, дамы и господа, это снова от тела Total War, снова легендарная сложность, и у нас морское сражение. Сами видите, против нашей армии целых три полных, ну, относительно полных, армии бритов, плюс их флот. И я бы сказал, что даже их флот превосходит наш. Ну, это было бы лукавством, поскольку у нас всё-таки кораблей больше, чем у них, плюс они качественнее, более приспособлены для морского сражения. Всё-таки ударные лебурны рулят в сочетании с батарейными. Проблема только в том, что врага больше в пять раз. Вот и всё. Ну и у нас 190-й ход нашей кампании. Я прокрутил за кадром, по-моему, целых два года. 8-10 ходов с момента нашей прошлой серии. И о том, что случилось в это время, я вам расскажу в этой серии. А пока у нас битва. Наш флот пытается не допустить, собственно, британских римлян на материк. Войну объявили британские римляне. А флот наш просто пытается перекрыть переправу. Ну, ему это удалось. Римляне вынуждены штурмовать море. В общем, не буду тянуть время. Давайте уже сразимся. Война с гуннами продолжается. О её результатах после этой битвы. А о войне с британцами я вам сейчас кратко расскажу. Британцы завоевали почти все британские острова, Ирландию, всю Южную Британию. И сейчас решили отправиться на материк. Вытеснять грязных варваров, захвативших Римскую империю. Ну, по крайней мере, с их точки зрения. А грязные варвары это мы. Поэтому британцы объявляют мне войну и начинают стягивать силы к своей столице, чтобы переправиться и атаковать гальские земли. Я кое-как успеваю янтарными берегами перехватить, точнее перекрыть переправу в Галлию. И вот, что в итоге случается. Британцы бросают все свои силы на морское сражение в попытке прорваться на материк в Европу. Вот наш флот во всекрасе. Морские сражения в отселе. Я называю это дракой пауков в банке. Местность весьма ограничена. Вот, видимо, уже земли материка, земли Европы. Какая-то елочка виднеется. А это Британия, значит. На самом деле, между этими двумя берегами, по-моему, там 50 или даже более километров. Они как здесь. Меньше пяти. Ну ладно, будем расставляться. Для морского боя схема абсолютно простая. Полководец сзади, вторая линия батарейная либурна, первые ударные корабли. Надо еще вспомнить, как это контролируется нормально, чтобы... ...иметь максимальную эффективность в бою. Однозначно огненный снаряд. Хорошо, что противник не выбрал какой-нибудь там туманчик. Полумесяц. Формации, кстати, прикольные на море. Линия для боя на дистанции с охватом в пламя. Двойная линия ближнего боя. А, вот так. Копье. Ладно, не будем экспериментировать. Эх, корабли, корабли. Мягкая формация. И вот так. Будет у нас групповая атака искусственного интеллекта. Со стороны тяжелых кораблей. И, в принципе, вот вы, кстати, видите, на кнопку Q у меня поставлено фиксирование, что называется, жесткое, на кнопку E мягкое. Очень удобно, мне кажется. Если кому надо, пользуйтесь. Ну что ж, не будем долго тянуть, начинаем и речи не будет. Сразу концентрация на обстреле. Вот у нас кто-то даже имеет повышенную дальность из кораблей. Осадная либурна, походу. На горизонте! Подкрепление! Ну-ка, 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 кто из наших кораблей такой дальнобойный? Я хочу знать. Да, не получается увидеть. Но, тем не менее, мы уже стреляем. И стреляют осадные либурны. Так. Боеприпасы, прочность, боевой дух, дальность, дальность нигде не пишется. Вот чем меня бесит система от тела там. Очень все хреново с тем, что называется. Эффективность подсказок. Дальность для стрелков нигде не пишется, но у нас... На вот этих батарейных либурнах. Две метательных машины. Насколько я вижу. Давайте посмотрим. Одна на носу, одна на корме. А наемные просто дальше стреляют. Кого-то утопили. Но не перестраиваются. Надо корабли тащить вперед. Давайте. Сгруппируем всех. Всех кроме командира. И... Пододвинемся. Нам надо начать уже обстрел. Противника. Попали по наемным. Разбойник манят. Они были покоцаны. Вот вторая зеленая планка. Это прочность корабля. Ну, пока они перестраиваются. Надо действовать. Надо контратаковать. Поскольку, когда они начнут... Непосредственно... А, они уже начали непосредственное сближение. Стоп, ребята. Все. Начинаем стрельбу. Это на автоматику. Здесь ускоряшки. Ребят стреляют. Все. Время ударных кораблей. Отдельная группа. Покажите, что вы умеете. Ребята. Вот он. Флот. Рима. Огромное количество судов. Командиры чуть подальше. Ну-ну-ну. Не тупим. Да уж лучше вручную ставить. Реально. Пятикратное преимущество. Напомню, имеет противник. Прикрываем. Прикрываем корабли. Давайте сюда. На боевую либорну. О, вылезы смешались. Как их дофига все-таки. Ну, хоть части наших кораблей мы дадим возможность перестреливаться. Тараны не получились. Нас перехватывают. Не везде получились. Это будет, походу, достаточно скоротечная битва. Защищайтесь. Так. Стрелки отступают. Командир отступает. Вы вообще... А, нет. Это уже никуда не уйдет. Этих перехватили, ребяток. Наши воины пали духом. Да, слишком много народа. Сюда. Оу. Подключились их машины. Наши люди бегут, спасая свою... Давайте еще вот этого хотя бы утопить. Эту боевую либорну. Ну, еще одну единичку ему сбить, и он утонет. Все. Беги. Беги, глупец. Слишком много народа. О, ничто уже не целый отряд. Сюда давай, сюда попробуй развернуться. Все. Тяжелое поражение. Посмотрим, сколько мы народа утопили. Мне кажется, завязка боя прошла не слишком удачно. Оттого... Тысячу человек мы, тем не менее, убили. Тысяча человек... Это... Это реально четверть их армии. Я рассчитывал, правда, на половину. Но... Они вот сразу навалились кучей, и там... Практически ничего нельзя было сделать. Хотя я давно, на самом деле, не проводил морские сражения. И... Признаюсь... Подрастерял. Навык сражения против крупных... Превосходящих по численности армий. Итак, наше тяжелое поражение. Осталось три корабля. Противнику мы утопили три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять... Десять отрядов. Одиннадцать. Да, вот та боевая либурна, на которой я в финальной фазе боя концентрировал огонь. Ну, хоть какой-то урон нанесли. Посмотрим, что будут делать британцы. Ротамак нам, скорее всего, опять выжгут. Многострадальный ротамак. Да, добивает. Сатурни-Сатурниний. Обсий-Агрыпа. Плюс... Подкрепление. Из города. А вдруг отобьемся? Хотя здесь дофига просто батарейных либурн. Но вы сейчас сами увидите, как... Сражаются батарейные либурны против обычного варварского флота. Будем играть от оборона, потом контратакуем. Я думаю, это будет хорошая идея. Итак, вот наш берег. Северная Галлия. Поскольку противник наверняка будет... ...расставляться где-то всередке, а к нам будет подходить подкрепление, и я максимально отодвинусь назад, чтобы это самое подкрепление быстрее до нас добралось. Ну и отступить здесь, видимо, не получится, так что наш полководец будет сражаться до последнего. Вот его большой дракар. И войны готовы к сражению. Мачта красиво сделана. Я правда сомневаюсь, что именно так она крепилась. Хотя, кто его знает. И наши корабли. Красиво, красиво, конечно. Лейбурны выглядят. Кстати, по конструкции они почти одинаковы, только у одной есть сторона, у другой нет. Что называется, всё, что их отличает. Это... ...медная нашлёпка. У одного из кораблей на носу. Кстати, видите, такими тремя топориковыми лезвиями сделан таран. Он типа должен врубаться между досок, я так понимаю. Кстати, насчёт корабельных таранов в той эпохе... ...я сведений особых не имею. Но я... ...вообще по истории, так сказать... ...чуть выше уровнем, чем среднестатистический человек. Это не совсем... ...та сфера, в которой я разбираюсь. Сразу в флот. Берём под контроль. Наши корабли, кстати, быстро... ...достаточно разворачиваются. Стрелковые вперёд, ребята. Тушение пожара сразу на автомат. Этим придётся заниматься... ...сто пудов. Все артиллеристы в кучку. Как у них по дальности? Они нас превосходят по дальности. Значит, сразу сближаемся. В принципе, мы свой флот уже дождались. Сюда, ребята. Это тоже на автомат. Всё включено. Эти ребята тоже сюда. Куда-нибудь. Сюда. Попробуем что-нибудь изобразить. Главное, чтобы никто никому не мешал. Вперёд, вперёд, вперёд. Не тупим. Так, на чём концентрируемся? Попытаемся увернуться. Ах, фигушки. Фигушки. Какой же обстрел-то дойдёт? Жесть. Так. Вёслы никому вдарить не могу. По командиру. Сюда. 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 Враги идут на бортаж. Питаемся перехватывать. Ну да, сейчас нас накажет. Тем более, схваточка... Ой-ёй. Корабль больше не может стрелять. Кто там разрядился? А, это у этих боеприпасов кончились. Сейчас мы утопим командира. Ну... Ну, попадите ещё разок. Всё, утопили нашего командира. Что называется «отлично» в кавычках. Да, они нас просто за счёт того, что... Ой, не тупим. Обходи, 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 иди вот. Упёрся. Не стои. Вперёд. Да. У них ещё дальность выше. Они этим пользуются вовсю. Да, наёмные римские инженеры. Промахнулись. Ну вот, у них остались одни артиллерийские корабли. Сейчас нас положат. Бабах. Ой, всё. Увернулся. Увернулся. Вот, всё. Допрыгался. Враг возьмёт нас в число. Выстрел, выстрел, выстрел. Перезаряжаем. Огонь, ребят, огонь. Всё, на этот. А-а-а. Увернулся. Всё, сейчас нас котлетку. Сделают. А, они почти разрядились. Идут на абордаж. Вот поэтому огонь. И... Уклоняемся, уклоняемся, уклоняемся. А, всё. Мы потеряли целый отряд. Так, вот поэтому у этого больше всего боеприпасов. Всё, приплыли. Наши белю. Героическое поражение. Эх. Сколько утопили противнику? Пятерых. Ну да, преимущество в дальности у противника решило исход боя. Но вот самые базовые отряды, как раз которые решают исход сражения, это дальнобойные метательные корабли. Чем дальнобойнее, тем лучше. И от нашего флота остаётся одна батарейная либурна. Героическое поражение. Хотя я бы назвал его разгромным. В два раза больше народа мы потеряли, чем противник, но хоть убили вражеского генерала. Всё, северного флота у нас нет. А Галлиу прикрывает только одна армия. Ратамак. Флотом будешь штурмовать. Новый командир. Чувак-псих. Мы его порвём тут. Я хочу отомстить, поэтому это будет сражение на поле битвы. В принципе, я даже не буду пытаться мешать высадке. Единственное, что можно попытаться сделать, это утопить командира. При помощи последней либурны. Теоретически это может получиться. Только вот что случится раньше. Мы утопим своим одним кораблём генеральский корабль, флагманский. Либо они в шесть кораблей утопят наш кораблик. Я, пожалуй, не буду рисковать последним кораблём в нашем северном гарнизонном флоте Ратамага. И сразу же буду высаживать. Пусть гарнизон города разбирается со всей этой ордой инженеров и командирским отрядом после того, как они высадятся. В принципе, они, возможно, будут высаживаться сразу. Где-то тот... Один штука баррикады. Давайте сюда поставим. Лукиа. На горку. А давайте по-умному сделаем. Этих ребят сюда. Этих ребят вот так. Копия. Стеной нерушимой. Вот так. Перед баррикадой. В засаду. За дома. Наших воинов спрячем. И кавалерио. Ну а флот останется тут. Ну и что ты не слышишь о речи командира? Враг дрогнул. Мы превзошли его числом. По-моему, он где-то тут. Стоит. С круглым маленьким щитом. Кстати, у нас есть несокрушимость. Ну и вы сами видите, это опытные германские копейщики. У нас произошло долгожданное улучшение армии, долгожданная военная реформа. Да, надо высаживаться. Тут где место есть нормально? Здесь. Ну давайте, ребят, высаживайтесь там. Флот решил нас обогнуть и... А-а-а... Сейчас по нам садить будут. Будем уворачиваться. Сразу разрозненный строй и попытаемся спрятаться за домики. Удобьем по кавалерии. Неводяя. Всего ночи. Ненавижу. Уже одиннадцать человек выбили. Так, тут за баррикаду прятаться бесполезно. Давайте за камнем спрячемся. Хм, хитрый гадо. Я бы на месте ИИ точно так же бы и поступил. Начал бы садиться из артиллерии. По всей этой куче народа. Ну-ка, а мы тебя достанем? Римский инженер. Достаем. Отвечаем. Отвечаем. Надеюсь, утопим. Подожжем. Тут, кстати, на парусах видно, насколько поврежден корабль. И пока я не вижу, чтобы он так уж горел напрочь. Давайте добавим свистящий. Тупо, чтобы у них перезарядка была похуже. И у наших отрядов. Наоборот, это дебаф из-за... Ага, и тушение пожара. Давайте, давайте, выбивайте их по боевому духу. Понятно, что здесь уже отстрелялись. Давайте теперь сюда. О, вот это командир! Охота за головами 30 секунд. Несокрушимость. Давайте посмотрим, как это будет работать. А конницу ты... Ай! Расстрелял нам конницу этот гад. И еще выстрел. Что называется, недоконтролил. Встречаем. Тут смотреть не на что, в принципе. Сейчас тоже, наверное, пожар пушит эти гады. Тогда уж давайте обычный снаряд и... Перезарядку. Просто их поубьем. Ну здесь можно убить. Все. Встречаем тяжело вооруженных галеков. Вот ребята пойдут сюда. Конница стреляет пока что. Сначала обстрел, потом столкновение. И будет... Будет выстрел. Конница так стреляет. Теперь наши пехотинцы. Сидися. Да, разбираем. Ну, наши коллеги. Да, топорников тоже разобрали. Я не знаю, на чьей стороне башни вообще. Они больше, наверное, по нашим стреляют. Итак, копья нужны в городе. Пока что этот отряд показывает себя очень стойким. И полезным. Я, кстати, им первый раз пользуюсь. Военная реформа на тяжелую пехоту была совсем не легала. Домик нас спас. Хотя... Разворотили половину строений. Огонь, огонь. Мочите этих гадов. Засыпайте их. Истребляйте их. А обратно нельзя, ребят? Как-нибудь. А вот, кстати, наш командир на флоте оказывается. Ну, что ж, будем башню обронять. Я думаю, они здесь не пройдут. Можно же разворачиваться... В ту сторону. На тот край мыса. На ту... Половину... Мыса. На эту сторону... Полуострова, который образует... Возвышенность. Ну, красиво сделана, конечно, деревенька. Жалко только... Дизайн варорских городов повторяется... С раздражающим постоянством. Попробуйте достать... Этих ребяток. О, блядь, застреляют, блядь, за что-то нет. Обстрел уже кончился, можно... Можно и плотнее встать. Огонь! Все, месть с лучником. Это на автомат и обычный. Все равно у нас башня огненным стреляет. Двадцать один... Девятнадцать... Все, готово. Следующая жертва. Ну, это расстрел. Стена щитов. Сорок четыре. Давайте на следующий. Тут уже наши войска близко. Как бы своих не забить. Сорок восемь. Да, навесом, конечно, наши стреляют так себе. Сорок пять и стоп. Конец. Твое время. Ну, тут уже ребята вовсю паникуют. Наша линия... Просто разрывает их. Пехотная. Шестьдесят человек и все, все, враг бежит. Сегодня боги нам улыбнулись! Завершаем. Завершаем, чтобы нам конницу излишне не... Разбили. Героическая победа. Хотя исход, я думаю, в этой схватке был и ясен. Ух... Тем не менее, командир выжил. Враг потерял только один отряд. Надо было играть на добивание. Вот это я не сообразил. Это, на самом деле, ошибка. В рабство. Мы ничего не восстановим. Выкоп. Давайте всех поубиваем. Будем злойме. В общем, из-за того, что я не стал добивать пленных, по факту, это сражение нам ничего не дало. Британцы возвращаются обратно в Ландиний. Последняя из армий, из фракции делает свой ход. Ну что ж, у нас осень 442 года. Я вкратце покажу, что творится. По суседству. Это Стражи Империи. Вы знакомы с этой армией. Раньше она называлась Южной Стражей. Но... Время идёт. Армия сражается совсем не на юге. И здесь надо убирать знатных сверпских мечников. Кого-то другого нанимать. Прикрывать ротамах. Отправляться. Да, большие анагры. Знатные германские конники. Знатные сверпские мечники. Опытные германские копейщики. И немножко водайских берсерков. Вот так теперь выглядят современные, полностью снаряжённые армии. Итак, по... Ротамагу и Стражам Империи. Я думаю, у кого брать? Кто нам лучше всего поможет? Кавалерист? Стрелок? Давайте наёмных германских разбойников, наверное, здесь возьмём. Тем более, что ударной конницы у нас нет, только ближнего боя. Возьмём налётчиков-разбойников. Сразу же прокачаем до серебряных лошадей. И надо новый флот клепать. Биограф. Сунирян-полководец. Равенна Венетия. Это... В случае... Не наш... Губернатор. Да. Это наш... Царь. Рвение и сплочённость. Не знаю. Кому это надо вообще? Рвение и сплочённость. Полководство с высоким рвением. Урон в ближнем бою для отряда полководца. Возможно, его стоит новому флоту-водцу поставить. Ну и сами видите, что происходит, кстати, на границах. Аквилия. Мы отбросили гуннов. Сейчас они собирают силы. Кстати, вот как выглядит армия Рима. Очень тяжёлая пехота ближнего боя. Восточный доспешный легион. Старшие лансиари. Да, у нас поздний этап игры. Большинство армий стало очень-очень тяжёлыми. Всадники демона гунов. Лучники демона. Ну... У гунов всё ещё есть лёгкие войска. Но это не самые свежие их армии. Такие средненькие, но... Вот, кстати, тяжёлая ударная конница у них есть. Средние конные стрелки. Но то, что у гунов средние, можно вполне считать тяжёлым. Я загружился с половиной мира. У меня договор о ненападении и оборонительный союз с варинами, эбданами, англами. И военный союз с тюрингами, ругами, алиманами, маврами, юго-романтами, гетулами и грейтунками. Очень внушительный блок различных фракций. И фактически у нас в союзниках половина известного мира. С сасанидами торговля. Сасаниды, кстати, сейчас ослабили натиск на Восточный Рим. У них небольшие проблемы в ТО. А именно Аксум и Парфия. Парфия, видимо, появилась как восставшее государство. Ну и вот, кстати, грейтунги вовсю терзают резкие границы. Так что, новый флот. Надо строить новый флот. Вот, кстати, единственная армия, которая осталась не улучшенной. Знатные германские мечники. Вот как раз они заменяются на знатных свепских мечников. И это ребята с потрясающей бронёй. 64. Отличная броня, отличный урон сквозь доспехи. Есть стрелковое оружие. Целых три метательных копья. Прекрасные ребята. Меня они полностью устраивают. Плюс большие анарты. Кстати, вот так выглядят наши армии сейчас, обороняющие подходы в Северную Италию. Немного старых войск в виде пикинёров и тайфайской конницы осталось. Ну, царская конница свебов и прочие отряды их потихоньку заменяют. Кое-где есть катапульты, кое-где есть большие анагры. Кое-где их нет, и мы полагаемся на германских охотников и арбалетчиков в деле уничтожения гунов. Доход прекрасен. 22 тысячи каждый ход, экономика процветает. Новые земли пока не заселяются, но можно. В принципе, отправиться в Далмацию и, как вариант, захватить Сегонтий. Мне очень хочется заполучить свинец для религиозных построек. И Сегонтий в этом плане вся Нижняя Британия даже будет неплохим приобретением. Тем более, что она полностью разорена. Так что мы готовимся к высадке в Британию. Давайте уже флот создадим. Собрать войска, восстановить наследие. Пусть будут янтарные берега. И... Неукротимый агрессор. Боевый дух. Давайте поставим. Из других семейств военачальника. Сразу прячем его в город. И... Огнеметные корабли в количестве 6 штук плюс 6 либурн. Это 5, это 6. 13 отрядов. Восемь. И... Вандальские грабители, Большой Дракар. Либо Шнека. Давайте Большой Дракар. Для высадки на побережье. Еще чуть-чуть. Вот так. Даже вот так. Отличная балансовая армия для атаки. Как в море, так и... Для поддержки. При высадке. С моря. Получается. Ландини он, кстати... Нет, не на море стоит. Ну-ка, Муладун и Сигонти при помощи этого флота мы возьмем. А пока что долгие четыре хода будем его отстраивать. Ну что ж, вот такая серия трех морских и полуморских сражений получилась. На этом завершу я ход. И... В принципе, это все, что я хотел показать. Что-нибудь долгое и затянуто я из этой серии делать не хочу. Так что на этом я завершаю на сегодня. И встретимся мы несколько позже, когда мои войска будут готовы нанести контратаку по Британским островам. Субтитры подогнал «Симон»